всем привет друзья вы на канале вероника арома 777 сегодня я записываю для вас такой расклад по реализации на 2021 год я знаю что некоторые люди выбрали какое-то свое новое направление хочется понять будет ли это реализация успешной в этом году получится ли реализоваться в том что выбрали будет ли это приносить естественно доход ну и наверное что мешает заниматься выбранной реализации тоже будет актуально я выложу несколько позиций вы пока я тасую карты вы подумайте о своей реализации о том чем вы хотите заниматься в 2021 году или чем вы уже занимаетесь в этом году но только-только вы начали может быть или может быть начали даже в прошлом году но в этом хотите заниматься этим активнее направлением или у вас какие-то зреют идеи в общем подумайте о своей реализации на этот год я пока и так как будут складываться ваша реализация выбранном направлении в этом году будет ли она приносить доход это для это для единичек и что мешает заниматься выбранной реализации то же самое я выкладываю для позиции номер 2 как будет складываться ваша реализация выбранном направлении в в этом году будет ли она приносить вам доход и что вам мешает заниматься выбранной реализацией посмотрите на карту вот можно вам так вот легче выбирать думайте о своей реализации и решение принимайте по картам достаточно быстро если вы выбрали позицию номер один смотрим как будет складываться реализация будет ли приносить доход там ну смотрите вам к вашей реализации нужно подойти с мудростью и довериться на самом деле в этой реализации не только себе но и высшим силам то есть то есть если вы чувствуете что вот эта реализация она как будто бы не только просто про деньги да а что-то большее значит например это какая-то действительно польза в этот мир которую вы можете дать людям то даже если вам где-то сложно или пока вы не видите таких вот значимых результатов вам нужно просто довериться вселенной скажем так и и понять что как только вы отпустите немножечко вожжи и с доверием будете относиться к этому миру то у вас будет реализация ваша выстраивается гораздо проще и лучше но при этом вам важно сохранить мудрость и выстраивать свою жизнь мудро что значит мудро это значит когда вы действуете не только из ума вы чувствуете свое тело вы чувствуете свою душу если своей реализации на данный момент вы думаете например только от ума ну допустим вам кажется эта деятельность логичный правильный какой-то с точки зрения там может быть вашего предыдущего опыта или с точки зрения финансов но внутри в душе это реализация вам не доставляет никакой радости то есть это дело или она настолько энергозатратно что вы занимаясь этой деятельностью очень сильно устаете выматываетесь тратите слишком много ресурса то то наверное все таки это не та реализация в общем в вашей реализации вам важно сохранить три единства вашего духа тела и разума и на вопрос будет ли эта реализация приносить вам доход она будет безусловно приносить вам доход только в случае если вы будете с любовью делать то что вы делаете то есть если внутри вас нет любви в вашей деятельности то дохода вообще просто не ждите ждите наоборот минуса да ну какого-то минуса в энергию своей минуса своих деньгах а вот как только вы начнете проходить к этой деятельностью с любовью и будете открывать скажем так свое сердце сердце делая это из любви то все у вас получится в плане заработка и что очень важно обратите внимание что эта деятельность будет приносить вам доход если она связана с детьми то есть если это связано с какой-то реализации детей в этом мире но например это может быть разное может быть вы занимаетесь детьми может быть я не знаю вы рисуете там с детьми играете или что-то такое да или может быть вы лечите детей может быть вы занимаетесь товарами для детей ну или там допустим хотите наладить какой-то бизнес или производство по умным игрушкам развивающим игрушкам но что-то такое да или или там обучаете детей но эта деятельность несущая вам деньги она связана именно с детьми а именно в развитии ребенка заключается ваш доход то есть вы являетесь катализатором развития этого ребенка но важно как бы иметь внутреннюю любовь к этим детям опять же да делать это не из состояния что на детях строится бизнес и родители очень многое могут отдать в принципе да купить какие-то очень дорогие игрушки ребенку либо лишь бы он развивался отправить какие-то дорогущие школы да понятно но если вы из этого корыстного умысла результаты у вас не будет и у вас на самом деле будут портить столько отношений не только вообще про бизнес а вообще даже со своими детьми поэтому помните что у вас реализация через детей и с любовью а еще я хотела добавить по вашей деятельности если вы в своей реализации не укрепились в том чем вы занимаетесь вы не стали в этом скажем так профи то реализовываться вам будет ну как бы не так просто чтобы это уже приносило доход то есть вам нужно в этом году поработать над своим мастерством над своим профессионализмом скажем так вырасти в этом занятии стать более зрелым и как только у вас наступит это зрелость вы начнете очень круто реализовываться в этом направлении поэтому если вы выбрали этот путь то совершенствуйтесь в нем свои навыки укрепляйтесь развивайтесь и все будет отлично но не забывайте про то что я вам сказала вам это должно быть и по душе и по сердцу и по разуму так у нас третий вопрос был что мешает вам заниматься в выбранной реализации единички вам мешает вот что есть понятие карма да и карма всегда догоняет всегда поэтому очень важно делать все с пониманием того что результат он может быть в будущем и семена вы сеете сейчас а всходы вы будете получать позже если вы начали новое какое-то дело или новый навык помните о том что вам нужно в нем укрепиться как специалист и только потом то есть вы сейчас только сеете и вот уже попозже это будет приносить плоды но очень важно правильно поливать свое дело если вы поливаете своим свою реализацию какими-то там невежеством или жадными ожиданиями или роптанием например например когда вы очень ждете какой-то обратной связи не знают людей или признание какого-то да вот прямо здесь и сейчас и сразу но к сожалению это не будет работать то есть это как раз таки вам и мешает реализовываться очень важно чтобы ваш баланс между людьми с которыми вы планируете работать или уже работаете он был правильным ваш баланс важно уравновесить эти взаимоотношения с другими людьми вам никто ничего не должен и вы никому ничего не должны не нужно делать из состояния как бы правильно подобрать такое слово короче не надо делать все бесплатно да думая о том что ну я может быть еще не до конца все умею или я наверное должен всем всего дать попробовать бесплатно нет это неправильная реализация это вам будет мешать зарабатывать на этом деньги и реализовываться потому что внутри себя вы перегорите у вас будет отторжение и у вас будет с точки зрения психологии это называется неполучение ожидаемого результата компенсации никакой не будет в любом деле когда вы затрачиваете свою энергию должна быть компенсация обязательно должна быть компенсация и если вы не получаете эту компенсацию вы только создаете внутри себя и блок и негатив и обиду и так далее и так далее то что начинает вас разрушать и вашей деятельности вам мешать но помните еще что как вы никому не должны так и вам никто ничего не должен не ожидайте чего-то большего от людей просто делайте свою работу и если в прошлом вы где-то что-то кому-то сделали не очень хорошо не поблагодарили забыли о благодарности например к примеру да то вы опять же нарушаете баланс поэтому в своей деятельности будьте благодарны за все что с вами происходит будьте благодарны каждому кто к вам обращается вашу реализацию клиент это сотрудник это кто бы это ни был в общем-то благодарность это ваша движущая сила так что вам на данный момент заниматься выбранной реализации мешает неуравновешенные неуравновешенные взаимоотношения с другими людьми вот уравновестись эти отношения сядьте подумайте не действуете ли вы из состояния что вам кто должен или вы кому-то должны поэтому вы делаете так и подумайте что вам нужно с этим сделать итак смотрим позицию номер два как будет складываться ваша реализация выбранном направлении в этом году и будет ли она приносить доход ну что я вам могу сказать в этом году ваша реализация будет складываться хорошо это кратко а так развернутий ваши реализации на данный момент вы достаточно цельный вы выбрали правильное можно так сказать направление вы структурировали свою голову вы структурировали эту деятельность и если не до конца структурировали то вы в любом случае четко понимаете что вы делаете зачем вы это делаете какая конечная цель в этом направлении что вы хотите действительно от этого получить вы цельный в этом направлении и и могу сказать вам так у вас ведут можно сказать высшие силы вас ведут и защищают поэтому смело действуйте в том что вы делаете реализовывать из в этом году даже если где-то в чем-то не сильно уверены смело ну как бы делайте следующий шаг у вас все получится будет ли это приносить доход будет будет если вы будете с уважением относиться к другим людям а именно к мужчинам вот узнаете у вас доход получается что в этой деятельности идет через мужчин может быть может быть но и не знаю разные варианты могут быть может быть вы работаете с мужчинами до вашей деятельности это связано с мужчинами и может быть это деятельность связано с вашим там нужен партнером с сыном не знаю а может быть даже если вы допустим чем-то женским занимаетесь опять же это направлено ну как бы на мужчину то есть например делали других женщин лучше это сказывается на и взаимоотношениях с их мужчиной правильно вот так что вам важно вашей деятельности очень уважать других мужчин будь это там мужья ваших бизнес-партнеров мужья ваших клиентов или там парни какие-то или дети мужского пола родители мужского пола также учителя мужчины это то что вам важно уважать кого вам важно уважать вот и через уважение и принятие того что вам говорят мужчины может быть они советы вам какие-то дают прислушайтесь через них может поступать правильная информация как скажем так вывести вам ваше дело в доход хороший возможно вам может быть обратиться нужно к мужчине какому-то который вам что-то может посоветовать в этой деятельности потому что потому что мужчины они более структурные чем женщины и возможно мужчина какой-то может вам как-то структуру вашим направлением задать задать эту структуру вот или как что-то вам прояснить что вам станет понятно что нужно делать для достижения дохода например возможно в этом не можете до конца сформировать какую-то финансовую линейку или продуктовую линейку не знаю финансовую цель и в этом своем направлении вот мужчины как никто хорошо в там разбираются найдите того мужчину который по этой теме например по теме финансов и с ним проконсультируйтесь вот так вот я могу сказать еще могу сказать что ваша деятельность она связана напрямую социумом и вам важно в этом социуме продолжать развиваться с вашей деятельностью но помните о справедливости все по справедливости не перегибайте где-то где не надо и доход вот кстати здесь у вас будет по справедливости то есть скажем так вы прикладываете много усилий вы делаете свою работу честно правильно порядочно из любви и так далее то вы по справедливости получите за это достойную доход доход вот так дальше что мешает заниматься выбранной реализации вам мешает некая неуверенность себе возможно вот знаете бывает такое дело когда вы уже получили много знаний вы уже практикуетесь в выбранном вам направлении но где-то присутствует такая неуверенность вам кажется что вам надо еще поучиться еще нужно там еще почитать еще вот еще еще получиться его только тогда я смогу уже вот как-то это дело перенести в социальную сферу и развиваться в этом да уже продавать это и так далее заявляйте себе но вам нужно перебороть эту неуверенность в жизни и тогда у вас все получится вот это вот неуверенность себе своих знаниях своем опыте она придает неуверенность во всех сферах вашей жизни в том числе и в финансах вы вроде бы знаете и хотите заработать но так неуверенность себе что это мешает вашему заработку зарабатывать конкретно этом и это мешает вам реализовывать себя поэтому уже начните поверьте в себя вот я верю вас если вам нужно какое-то дополнительное вдохновение или ну бывает же да так что ну вы может быть стесняетесь где-то сказать о какой-то своей деятельности новой возможно тот круг людей очень часто так бывает когда вы переключаетесь на какую-то новую сферу и начинаете в ней развиваться окружение то осталось прежнее и она может например не очень принимать ваши новые реализации может даже вас в чем-то отговаривать ну к примеру вы хотите поменять работу окружение вам говорит это что у тебя же такая работа стабильный куда-то собралась и не никто не спрашивает насколько вам хорошо в этой работе или плохо все просто за стабильность да а вы берете и меняете свою работу но вас не поддерживают в этом близкие например потому что они боятся и какие-то еще у них есть свои страхи и вам нужна вот эта поддержка чтобы со стороны вас поддержали сказали да у тебя все получится что с вами могли говорить на вашу новую тему поэтому если у вас нету такой поддержки в окружении вашим рядом пишите мне поговорим обсудим что придумаем даже более того придумаем поработаем с вами чтобы у вас появилась эта уверенность я вам смогу подсказать через что вам нужно своей жизни сделать добавить чтобы это уверенность у вас появилась и вы заявили себя цивилизации и начали уже делать и зарабатывать с помощью арома масел все это просто делается и никаких надрывок вот и все у вас появится внутренней уверенности все получится так что надеюсь расклад вам был полезен вы услышали для себя что-то важное и и подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если есть желание продолжить работу с помощью арома масел и подкачать то что слабо да или что-то добавить или сделать ваш персональный расклад пожалуйста пишите мне в ватсап в вайбер в инстаграм куда угодно я везде отвечу поработаем все отличного вам вечера